Мне очень грустно, что таких людей мало, и мне очень грустно, что мы стесняемся, когда человек правильный, мы сразу ищем подводные течения, а в чем же он плохой, да, вот, и мне от этого грустно, первым делом от того, что я не такой, как егерь. Почему вы не такой? Ну, наверное, во мне что-то есть, во мне есть и убийца, и маньяк, как у всех, да, вот, но, я не знаю, уж слишком много в нас намешано такого, что мы неоднозначные, а мой егерь, наверное, больше такой однозначный, правильный. Но я этого не стесняюсь и не боюсь. Понимаете, как говорят, лучше, как в Европе тебе будут фальшиво улыбаться в магазинах, чем искренне хамить. Говорят, что хорошие персонажи играют намного труднее, чем злых, чем отрицательные. Да, да. Почему? Я не знаю, почему. Понимаете, зло, оно всегда изощряется и прячется, вот, а когда изощряется, тогда оно ярче, к сожалению. Злой человек отрицательный, давайте так, ищет способы, как уйти от кары небесной, вот. А положительный персонаж у него, кроме, он пресный, наверное, к сожалению, поэтому его труднее играть. Я столкнулся на егере, с этим столкнулся. Тот же мой партнер Федорцов, Андрюша, взял все призы, я говорю, я это проходил, так что я все это знал, вот. Вот так. А скажите, пожалуйста, ваш, ну, самый трудный момент на съемке этой картины? Да его так не вспомнить. Я не знаю. В один момент у меня было, я позволил себе, о чем жалею и никогда больше не позволю, в один момент я сказал, все, я больше сниматься не могу, потому что я снимался на лыжах, мы снимали, я не знаю, неимоверное количество часов, было холодно, я был весь мокрый, уже весь в сосульках, и я понял, что я просто уже не смогу два шага сделать, вот, да, я Лифанов, весь такой сильный, а тут и меня прихлопнуло так, что вот я сказал, не могу, вот, конец съемки. Это, конечно, нельзя так делать, но так произошло, вот, был, видать, момент тяжелый, ну, просто не мог физически, умер бы. А скажите, пожалуйста, ваш любимый момент фильма, вот, если вы его пересматриваете, может быть, что-то, вот, самое больше, там, влюбленное? Я понял, да, наверное, когда мы с Андрюшей пытаемся понять, что есть истина, когда мы с ним в сторожке в этой сидим, вот, когда он говорит, может, ты забыл, я ему говорю, нет, Ленечка, не забыл, я тоже искал, вот, видите, положительные персонажи, искал отрицательные, даже не отрицательные, а, вот, он убил девочку, да, нечаянно, во-вторых, солдат, не боюсь повторять этого, солдат все равно убийца, да, только это мы говорим, что он защищает родину, и весь такой, весь себя защитник, на самом деле убийца, вот, его учат убивать, вот, положительный ли это персонаж, не знаю, когда мне говорят, не хочешь посмотреть новое оружие, там, новый автомат, или пострелять на, в тире, не хочу, ненавижу оружие, ненавижу, все, что связано с убийством человека и с войной, и надеюсь, наши детки доживут, когда мы вообще не будем знать, что такое автомат, и сапоги, и танк, вот, и все, у меня насчет этого позиция очень жесткая, не люблю, когда просто военных, или бандитов, или еще кого-то начинают возводить в ранг подражания, эти, и, как бы, это герой нашего времени, не хочу я, чтобы это был герой нашего времени, и все сделаю для того, чтобы так было вам противно от моего персонажа, чтобы никогда не хотели подражать ему. Что касается егеря, то вы сделаете все для того, да, если вы продолжаете? Да, пускай он будет рафинированный, пускай он будет такой, весь правильный, лучше такие будут, чем убийцы, ходить. Мне кажется, так. И последний вопрос. Вы задумывались, ну, скажем так, о продолжении, вот, ваше личное продолжение святого егеря. Остался он там, там, вот, если нет? Как вы... Я думаю, да, остался, но такие люди, они, как ни странно, притягивают к себе. Трудно быть героем в нашем обществе, да, в нашей жизни. Он обязательно, ему что-то не понравится, он обязательно во что-то влезет, в какую-то войну. Он, как воином родился, мой егерь, он так воином и помрет. Не обязательно стрелять, но хотя бы для себя, когда ты просыпаешься на бой. Вот я для себя так тоже решил, вот, когда я уже говорил, повторяюсь, наверное. Вот, наверное, вот, когда я устану, вот, наверное, тогда и умру. А просыпаться надо всегда на бой с утра, чтобы победить эту жизнь, победить этот день и остаться победителем. Давайте так. А если ты просто встал и не знаешь, чем тебе заняться, и тебе ничего не интересно, давай умирай быстрее.